С 2020 года Карачаево-Черкесия участвует в федеральном образовательном проекте 500+. Насколько успешно он реализуется в школах республики? Этой теме было посвящено совещание в региональном институте повышения квалификации работников образования. Подробности в репортаже Артура Мхце. Вторая школа – одно из двух общеобразовательных учреждений Черкеска, попавших в федеральный проект 500+. Пока большинство рейтингов определяют лучших в той или иной номинации, вторую и восьмую городские школы, по итогам прошедшего в 2020 году мониторинга, включили в экспериментальный список организаций с низкими результатами. По мнению экспертов, есть шесть рисков, которые так или иначе проявляются в образовательном процессе. В их числе дефицит педагогических кадров, высокая доля учеников с плохой успеваемостью, недостаточные мотивации обучающихся и уровень оснащённости материально-технической базы. Впрочем, сделанная под руководством кураторов работа над ошибками позволила этому учреждению всего за пару лет войти в пятёрку лучших в Черкесске. Муниципальный этап, региональный этап, у нас тоже там были низкие показатели в 2019-2020 году. Это было у нас рейтинговое место, только всего лишь на 13-м месте были. В 2020-2021 году школа вышла на 6-е место, вот прошёл этап, в 2021-2022 год мы уже на 5-м месте. Рейтинг наш растёт. Для успешной реализации данного проекта управлением образованием мэрии города Черкеска была проделана определённая работа. Это создание координационного совета по поддержке школ с низкими образовательными результатами, это разработка дорожной карты, в соответствии с чем уже координационный совет работал. Это назначение муниципального координатора, который обеспечивал контроль эффективной работы данных школ по проекту. Впрочем, нельзя говорить, что ранее попавшие в образовательный процесс 500 плюс школы слишком уж выбивались из общего списка. В большинстве подобных учреждений региональной столицы есть схожие проблемы. Например, необходимость качественного пополнения педагогического состава. Желательно молодыми специалистами, на которых можно будет рассчитывать на много лет вперёд. Так, вторая школа всего за пару лет пополнилась восемью такими педагогами. Собственно, поиск решения важных образовательных задач и стоял в приоритете у участников прошедшего на днях совещания в региональном институте повышения квалификации профильных работников. Как выйти из данной ситуации? Учителя повышают квалификацию. Дети привлекаются в секции дополнительного образования. С детьми применяются новейшие образовательные технологии и так далее. В том числе у нас налаживается сетевое взаимодействие. То есть мы всецело используем все ресурсы, которые нам позволяет национальный проект образования. За три года, что существует федеральный проект, участие в нём приняли 29 школ Карачао-Черкесии. По задумке инициаторов, итогом 500+, должно стать выполнение стратегической цели, поставленной президентом России – войти в десятку лучших мировых систем по качеству образования. Артур Мхцера, Солбердиев, Максим Долгов. Вести. Карачао-Черкесия.